В этом году, когда я приезжал в Уфу, мне пришлось пожить в неблагополучном районе. В моей старенькой машинкой сразу же заинтересовались все криминальные элементы района. То бензин слеть хотят, то аккумунести, или же вовсе уехать на машине в металлоприемку, или покататься, добить и бросить где-нибудь. С таким раскладом я, естественно, был не согласен. Причем к стоящим по соседству иномаркам был нулевой интерес, как будто для криминальных элементов они не существовали. Это неудивительно. Во все современные машины сигнализация установлена по умолчанию. Да не просто обычная сигнализация, а с обратной связью. Поэтому на улице по сравнению с двухтысячными стало тише. Вместо того, чтобы кричать на весь район сиреной, сигнализация оповещает владельца о возможных действиях криминального характера, будь то удар или вскрытие дверей, через брелок. В прошлом месте жительства я жил в более благополучном районе, и вокруг дома стояли камеры, и полить свою тащилу можно было с компа. Естественно, криминала тогда не было, и о сигнализации я особо не задумывался. В мою старенькую ласточку тоже установлена сигнализация. Правда не с завода, а бывшими владельцами. И она тоже имеет обратную связь. Но не все так радужно. Вместо основного брелока я от бывшего владельца получил только вспомогательный. Основной брелок стоит в магазине дорого. Такая сумма мне в современных реалиях не по карману. Поэтому, как обычно, надо придумывать что-то подешевле. Идея обратной связи со старым кнопочным телефоном не нова. И существует со времен появления самих сотовых. Но все они основаны на телефонах, которым для дозвона нужна только одна кнопка. Для телефона, что у меня, требуется как минимум два действия. Когда экран чистый, при нажатии на клавишу быстрого набора телефон звонит без проблем. У меня это клавиша 9. Но при повторном нажатии на 9 на экране остается 9 из прошлого набора. Цифра 9 становится цифрой 99 и ничего не происходит. Поэтому нужна дополнительная кнопка, которая будет убирать 9 из прошлого набора. И прочее всплывающее оповещение на экране. Например, оповещение по смс или звонке. Кнопка, которая убирает все с экрана, естественно, красная кнопка отбоя. Если долго держать эту кнопку, больше 4 секунд, то телефон отключается. Поэтому замыкание кнопки должно быть не больше 2 секунд. А кнопка 9 быстрого набора должна нажиматься с запозданием и оставаться замкнутой. В случае, если нажмется 9 при нажатой кнопке отбоя, то ничего не происходит. На клавиатуре блокируется нажатие всех кнопок на время нажатия кнопки отбоя. Поэтому нажатие 9 должно быть строго после отпускания кнопки отбоя, где-то задержкой полсекунды. Короткое нажатие кнопки отбоя реализовано на этой схеме. А кнопка задержки быстрого набора 9 на этой. Схемы простые. Регулировать их можно, изменяя емкость конденсатора. Схемы собрал на текстолите. Пилкой по металлу разделил текстолит на квадратики и впаивал туда детальки. Каждый собирает как умеет, можно также собрать навесным монтажом. В итоге общий вид платы у меня получился таким. Настраивал схемы минут 10, в итоге все без проблем заработало. Для надежности плату нужно поместить в защитный корпус. Или надежно зафиксировать каким-либо другим методом. Ну и собственно самопроверка. Ну и собственно конечный результат. Подаю 12 вольт. Так, скидываю. Вот остается девятка. Так, повторный сигнал. Ну и собственно так выглядит готовая система. Я купил корпус за 90 рублей. Без него не обойтись, так как очень много проводов. Все путается. Так будет надежнее. Еще купил коннекторы, чтобы телефон с собой взять на зарядку. Телефон, зарядку держит где-то неделю без проблем. В общем так выглядит контовая система. Сейчас буду ставить. Я уже в гараже. Собственно машина под сигнализацией стоит. Сейчас я стукну по стеклу. Вот телефон. Вот звонит. Так работает система. Ничего сложного. Такой у меня был опыт использования старого мобильника в качестве обратной связи. Устройство очень простое и сильно упрощает жизнь автолюбителя в это нелегкое время. На этом наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok